В сентябре 1999 года по России стали взрываться дома. В Москве мешки просто подкладывали в подвал с таймером на ночное время. Начался террористический кошмар, какого Россия еще никогда не видела. В России стало широко известно слово «гексоген». Появилось сообщение о том, что в школе, находящейся в этом же дворе, обнаружены ящики с взрывчатым веществом гексогеном. В подрывах домов обвинили чеченц. Началась вторая чеченская война. На выборы Путин, доселе никому неизвестный чекист из бандитского Петербурга, шел уже как полководец и спаситель страны от чеченского террора. Совершенно очевидно, что это террористический акт, поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть жестким. Кошмар со взрывами прекратился резко и внезапно. Это случилось в Рязани вечером 22 сентября 1999 года. Местный житель, водитель автобуса Алексей Картофельников, приехав поздно с работы, заметил незнакомых людей, заносивших какие-то мешки в подвал, и на всякий случай вызвал милицию. В подвале были обнаружены три мешка с сыпучим веществом, таймер и детонатор. Минут через 15 на место примчались взрывотехники, МЧС, ФСБ, высокое начальство из областного УВД. Газоанализатор показал присутствие порог гексогена. Жильцов выгнали из квартир на улицу чуть ли не в ночных рубашках. Абсолютно все местные службы, включая Рязанское управление ФСБ, восприняли ситуацию как попытку теракта. Новость облетела всю страну. По ТВ был показан фоторобот подозреваемых, все центральные телеканалы России сообщили о предотвращенном взрыве жилого дома. С-служба МВД Российской Федерации официально сообщила о найденной в Рязани взрывчатке на основе гексогена. Искали трех террористов, двое мужчин и одна женщина. И нашли. На третий день съемная квартира, где они прятались, была установлена. Готовилось задержание. Примерно в полдень 24 сентября на экранах ТВ появился Патрушев, путинский кореш по Петербургу, в то время директор ФСБ. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Патрушев заявил, что террористы в Рязани – сотрудники ФСБ. Это были учения по проверке бдительности, а в мешках был не гексоген, а сахар. Рассказ Патрушева уже тогда вызвал, мягко говоря, недоверие. Получалось, что ФСБ проводило учения в жилом секторе, о которых никто не знал. Десятки людей провели ночь на улице. Было возбуждено реальное, неучебное уголовное дело по статье «Терроризм». Да и сообщил Патрушев об учениях только тогда, когда исполнители были обнаружены рязанскими ментами и чекистами, которые были не в курсе учений. У нас трехлетний ребенок. Мы его вытащили из ванны, распаренного ребенка, закутали в тряпье и бежали, сломя голову. Ребенок у нас до сих пор болеет. А вы сейчас верите, что это были учения? Нет. А почему? Не верю, потому что это было очень правдоподобно. Мы все видели. Попытку дать хоть какое-то объяснение инциденту ФСБ предприняло через полгода. Злополучный сахарный песок, впоследствии названный некоторыми СМИ гексогеном, был куплен спецгруппой на местном базаре, заявил Зайцев. Пары гексогена в подвале он объяснил тем, что эксперты нарушили элементарные правила и воспользовались грязными приборами, на которых были остатки взрывчатых веществ от предыдущей экспертизы. То есть накануне они уже работали где-то с гексогеном, интересно, где и забыли приборчик протереть. Тот самый эксперт Юрий Ткаченко справа, начальник инженерно-технического отделения ВВД, который выезжал на вызов в Рязани. Через неделю после инцидента с Сахаром Ткаченко был примирован за мужество при выполнении служебного долга. Через полгода появилась версия о грязном приборе. Где его запачкали гексогеном накануне, никто объяснить так и не мог. А еще через год, в 2001-м, Ткаченко заставили публично заявить, что он вообще не пользовался газоанализатором при экспертизе. На запах определял, видимо, то прибор грязный, то вообще прибора не было.